Всем привет, с вами я Леонид, и мы сегодня будем захватывать в самом начале поселений Дуньхуань. Но здесь есть маленькое но. Я надеюсь, что все-таки смогу захватить поселение. Это... Ну, захватить смогу, но чтобы именно моей фракцией было поселением. Как раз в чем заключается маленькое но. Но то, что у меня 122 воина, как вы могли видеть, армия, которая захватывает, по крайней мере, собирается захватывать поселение, не моей фракции. То есть, монголы хотят захватить это поселение, и их больше, намного больше, чем моей армии и армии моей фракции. Поэтому есть вероятность того, что все-таки захватят они поселение, и будут они контролировать его. Но я не уверен в этом точно. Могу только предполагать. Но, так или иначе, я буду надеяться на это. Что буду, как раз таки, захватывать успешно город для своей фракции. Пока мы едем в Ассанной башне, это будет долго, конечно, ну ладно. Как же долго это происходит. Ну ладно, пока паузу поставлю. Потому что делать черт нечего. Кстати, я только что обратил внимание. Тут немного неравное сражение идет. 240 на 60 бойцов. Как бы. 240 и 60 разница в 4 раза. Там, да, я еще понимаю, они в защите находятся. Там еще численность армии защитников и атакующих играет роль. Там, где сколько будет кого находиться. Но, все-таки. 240 на 60. Мы потеряли только 27 бойцов. Противник уже больше 30 бойцов потерял. Уже получил подкрепление. В это же время моя армия с союзниками еще подкреплений не получала. Почти людей не теряли. У нас только первая тридцатка подходит в потери. Ужас. Как мы выкачиваем противника так быстро. Вот и еще одно подкрепление. Вообще противнику не повезло. У него еще нет башен на защиту. Это еще хуже на самом деле. Поскольку, если нет башен на защиту, значит дамаг изначально пониженный будет идти. Почему изначально будет пониженным идти? Это значит, что противник не сможет по площади бить. Не сможет ломать башни. То есть, эффективность его боев будет намного меньше. Если у него были бы башни... Ой-ой-ой, я почти умер. Если были бы у него башни, которые могли бы дамажить хорошо... А, блин. Бойцов, как баллиста, например. Или обычная башенка, стреляющая обычными стрелами. То в таком случае, хотя бы какой-то постоянный был урон. По разным бойцам. Независимо от того, какой класс... Что это за воин, где он расположен. Но по всему поселению был бы это дамаг. Но его банально нет. Поскольку башен я не вижу. Ни с левой, ни с правой стороны. Вот у нас битва закончилась. Мы потеряли 46 воинов. А, даже так, 26. Ладно, 26 воинов. Противник 140 потерял. Да. Интересный бой все-таки был. Пленок мы не получили. Да. Как я подозревал, все-таки поселение будет не наше. К большому сожалению. Это обидно. Поскольку было прекрасно. Я стал нашим. Можно было особо не переживать. Я могу на Хаме пойти и попробовать Хаме забрать себе. Но здесь есть маленькая проблема. Хаме забрать себе я не смогу. Проблемы кроются в том, что... Осадных машин у меня нет. Ну, как их нет? Они у меня имеются. Но только это две катапульты. Там, на то, чтобы войти в город. Минимальный способ, чтобы попасть туда. Уничтожить ворота. Минимальный способ. А мне тут повезло. Просто прямо идти. Мне нужно сломать ворота. На то, чтобы попасть туда. У меня из бойцов, которые смогут это сделать. Это вся пехота ближнего боя. И две катапульты, которые дамажат на 800 единиц. Да, это немало. Я не спорю. Но только вы понимаете, что это долго. И всех воинов будут еще расстреливать. А пехота ближнего боя, скорее всего, не пойдет ломать ворота. И придется самому ломать их. Если это так будет, то это кошмар какой-то. Потому что это очень долго. Потери огромные, колоссальные будут. У меня 112 вроде воинов. Или 116. Ну, уже точно сказать не получится. Вроде 116 воинов. 115. Из этих 115 бойцов очень мало останется. Они должны уничтожить ворота. И уничтожить 76 бойцов. Которые находятся в поселении. И эти 76 бойцов, скорее всего, будут стрелками. Просто будут стрелками, скорее всего. Потому что обычный гарнизон составляет кто? Правильно. Стрелки. В этой игре основной гарнизон это стрелки. Так как это стрелки, то скорее всего... Да ты. Вот просто скорее всего. Они будут убивать, нести колоссальный дамаг мне. Так как противник там через ворота бьет меня. Я, пожалуй, его тоже побью через ворота. И знаете, у меня довольно хорошо идет. Я даже убиваю противника каким-то образом. Ну, меня это вообще устраивает. Я, конечно, понимаю, иногда сам ломаю ворот. Но все-таки. Это, кстати, один из багов игры. Я с этим сталкивался даже в первой части, если не ошибаюсь. Я не помню уже точно, сталкивался в первой части с ним или нет. Но все-таки. Через ворота. Не дамаживая ворота. Здесь нет. Окон, чтобы копье можно было просовывать. Да хотя бы что-то просовывать из оружия. И дамажить противника. Ты вот так стоишь, дамаживаешь противника в то время, когда он тебе ломает ворота. И в итоге ты проиграешь в численности противнику. Но толпа находится, особенно слабая толпа воинов у твоих ворот. А, так я еще и сам ворота сломал. Контрольный удар сделал. В них. Ну, ладно. Просто стоишь и убиваешь врага. Жесть. Вот это жесть. Ну, ладно. Два рекрута погибло и один лученьк. Ну, неплохо. Возможно, из гарнизона погиб. Лученьк. Ну, два рекрута явно из моей армии. И вот тут мне я хочу в какую-то деревню бросать. Семь бойцов в гарнизоне. Я могу, конечно, своих бойцов оставить. На то, чтобы они защитили эту деревню. В случае чего-либо. Но. Мне они сами нужны. Ладно. Офигенно. Я только подхожу к Рязани. Здесь, во-первых, никого нет. Раз. Во-вторых, у меня провал задания. Круто. Ага. Следующее задание. Захватить деревню около Константинополя. Круто. Ладно. Разбиваем пока лагерь. Потому что у меня войска устали. Надо передохнуть, набрать сил бойцам. И можно будет выступать. Ммм. Они с Польшей решили воевать. У нас с поляками отношения прекрасные. Так что... Можем особо не переживать насчет Польши. Потому что Польша решит с нами воевать. А поляки явно будут их атаковать. У нас отношения, тем более, с Польшей улучшаются. После этого. Тем более, можем особо не переживать. Да, бежать долго придется. Я даже лучше вот так вот сделаю. Вдаль. Ладно. Я к вам вернусь уже. У этой самой деревни. Которую надо захватить. Ну вот, я и подхожу к этой деревне. К этой замечательной деревне. Которая мне нужна. И тут... Ух ты. Отрядик в 100 человек. Слава богу. Он пока не подошел к этой деревне. И не решил защитить. Хотя... Они прекрасно знают о том, что эту деревню должны захватывать. И должны по идее сюда идти. Но... Почему-то не пошли эти войска. Ну и рядом еще был какой-то генерал. И меня вот это очень сильно напрягает. Возникла небольшая проблемка. Отвлекли и немного пошумели в комнате у меня. И в итоге мне пришлось поставить паузу. Ну... Вообще я вырезал тот момент. А... Начало боя я не записал. Поэтому... Большому сожалению... Я пропустил для вас это сражение. Но ничего страшного, я думаю. Наверное, следующее видео, которое будет по этой игре... Будет на компьютере. Поскольку я скачал уже на компьютере эту игру. Я пока не знаю, как там сейчас все будет. Будет нормально запускаться или не нормально. Все как идти будет, я без понятия. Но... Мне очень больно сейчас. Но я буду действительно надеяться на успех. То, что я смогу на компьютере в случае чего записывать. Если я все-таки смогу это сделать, это будет прекрасно. И вполне возможно, меня сейчас скоро убьют. Потому что КП у меня просто нет. Где-то 2-3 удара по мне и я готов. Как я вижу, очень много дамага идет по щиту. То есть там боец со щитом был какой-то. Скорее всего копеечек. И меня тут зажали. Как раз бревнами. А после меня еще и затыкали. Я вот на компьютере запускаю. Только-только запускаю игру. И хочу проверить. Но судя по всему, не получится. Хотя... Не знаю. Пока не знаю. Ну ладно. Сейчас. Не об этом надо переживать. Да. У меня не получится. Потому что слоты все пустые. И продолжить игру я не смогу. К сожалению. А раз я не смогу продолжить игру. Значит. Ничего и не получится сделать. И на удивление тут бред. Просто бред. Я зашел в магазин. Ладно. 400 рублей на отключить рекламу. Это... Так. Более-менее нормально. 50 рублей на 50 тысяч золотых. Тоже нормально. 99 на 100 тысяч. Еще нормально. 300 рублей на полмиллиона. Блин. Типа такое себе. И 500 рублей на миллион золота. Это вообще странно. Это помимо доспехов. Которые есть. Это просто золото. Золото. Чтобы получить. Ужас. Зачем это? Зачем? Доспехи. За деньги. В большом количестве. Еще не факт то, что это туповая одежда будет. Я еще 56 бойцов потерял. Обидно. Очень обидно. Ну. Что делать? Потерял. Так потерял. Но зато очень много вещей получил. Различных. Теперь у меня 50 целых вещей. Целых 7 еще. Пленных. Идем в Константинополь. И будем отдавать. Как раз таки пленных. И вещи некоторые продавать. Но еще и покупать новых бойцов. Поскольку. Я уже почти всех потерял. Знаете. Я куплю всех. Потому что. Деньги есть. Деньги я еще и получу. А людей не так уж и много. А мне нужно побольше людей. На данный момент иметь. Поскольку. Дальше. Все хуже и хуже начинается. Поэтому. Я пока хочу. Многовато денег получать. Так. Четвертая. Пятая. Шестая одежда. Вещь. 7-8. Вот 9. Ну и обувь походу. Ну да. Обувь последняя. Все. И вот. Все деньги я восстановил. Которые были потрачены на продажу. Как я вижу. Здесь французов. Очень много. В Греции. Значит надо. А. Ха-ха-ха. То есть из Антии. Еще и сливается. В Франции. Я еще молчу. Про Англию. И. Священно-Римскую империю. Особенно. Про Англию. Священно-Римская империя. Потеряла. Шлесбург. Если я не ошибаюсь. У них был. Или порт. Я не помню. Что у них было. Но они потеряли свой город. И у них один город остался. По хорошему. Надо Гамбург захватывать. 102 война. В поселении. Гранизон. И не так уж и много. Там будет еще. Из бойцов. Генерала самого. Поэтому. По хорошему. Есть смысл. Братья. И уничтожать его. Ну что. Просто. Место особо не занимал. Не занимала фракция. Бесполезная. Которая уже ничего сделать не сможет. Как когда-то я занимал. Именно. Фракция. Греция. Ну ладно. Когда-нибудь. Я надеюсь. Она все-таки вернется. И будет пытаться. Свою империю строить. Ну. Это вопрос времени. Вернется ли он. Или нет. Ну. Это точно. Надо будет набрать. Очень много золота. Потом. Огромную армию. Надо будет. Щит. Использовать. И отходить уже. Надо будет. Просто. Использовать. Очень много золота. ПКД. Покупать. Особенно в самом начале. Дофига воинов. Воинов этих. Использовать. Сразу сливать. Фулл прокачку делать. Всех бойцов. В основном. Элиту покупать. Потому что. Обычные воины. Они будут сливаться. Они реально будут сливаться. Очень быстро. Противнику. Поэтому. Мне нужны будут. Элитники. О. Все. Я сейчас дохал. Просто смотрите. Удар по мне будет. И ем. Вот. Пожалуйста. Мне действительно. Нужны будут. Элитники. В основном. И я буду. Нападать. На города. Если это делать. Значит. Нужно. Что? Правильно. Нужно будет. Взять. И. Уничтожать. Какие нибудь. Фракции. Слабые. То есть. Нужно. Подготовиться. Ко всему. И нужно будет. Иметь. Хорошие отношения. С какой то фракцией. Изначально. Если я буду. Выходить. Из. Той фракции. В которой я сейчас нахожусь. В таком случае. Все будет. Хорошо. То есть. Если мы сейчас находимся. Моя фракция. В основном. Находится. Во. Франции. В Африке. В основном. Находится. Значит. Мне нужно будет. Если у меня с Руси. Хорошие отношения. Примерно. На территории Руси. Находиться. Набирать там войска. Либо в какой нибудь. Другой точке. Но. Как можно дальше. От тех фракций. С которыми я прям. Хорошо так воюю. И сильные фракции. От них. Отходить. Фиг знает куда. И в таком случае. Захватывать. Ну и тут. Есть такая. Маленькая проблема. Я. Потираю. Производство. Я реально. Потираю. Производство. Производство. Все. Производство. Которые. Находятся. На данный момент. В Иерусалиме. Они. Все. У меня. Будут. Закрыты. И. Они. Мне. Доход. Скорее всего. Не будут. Приносить. Потому что. Ну что. Я же. Был. Ихним. Человеком. Ихним. Полководцем. Одним. Из. Полководцев. А теперь. Я. Предатель. Изменник. И. Нужно. Все. Что. Мое. Это. Закрыть. Забрать. Отнять. И. Я. Скорее всего. Восстановить. Не смогу. Если. Только. Брать. И. Захватывать. Заново. Как. Так. На самом деле. Это будет. Но. Я. Прям. Так. Не знаю. Точно. Ну. Да. Ладно. Так. Ворота сломаны. Наши бойцы пошли вперед. Уничтожение французов. Малысы. Это больше даже не на французов похоже. А. На германцев каких-то. Я прям точно сказать не могу на какую фракцию похоже. Блин. Типа на французов реально не очень сильно похоже. Ну. Да. Ладно. Последний боец там где-то. А. Его убили. Ну. Ладно. Ладненько. Ладно. Я буду на этом заканчивать это видео. Потому что мне надо сейчас объединить два видео. Которые сейчас я сделал. Вы видите. Десять минут только запись этой. Еще до этого запись имеется. А. Англичане. Тем более. Я говорю то что не их. А почему деревня потеряна? Ле. Нужно объединять эти видео. И выкладывать уже на ютуб. Потому что пять минут у меня есть. Уже четыре минуты до того момента. Когда я обычно уже выкладываю свои видео. На этом я заканчиваю видео. С вами был я Леонид. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok